Финляндия и Швеция сейчас задумались вступить в доллар НАТО. Как думаете, опасно это у нас? Я не знаю. А как кажется? Если честно, понятия не имею. Я даже это не слышал. Про Украину же слышали по-любому. Про Украину, да. Как думаете, вообще за дело с ними, воюем? Если честно, мне вообще кажется, война не нужна. Так что, я очень рад. Нужно ли нам начать спецоперацию в стране, пока они не просединились? Господи, ну что за дурацкий вопрос? Какая спецоперация в двух странах? Нужны они нам? Ну, это не опасно для нашей страны? Нет, не опасно. А смысл нападать? Очередные жертвы. Устраивать всякие вот эти кровавые войны. Убивать людей. Смысл? Ну а сейчас ещё идёт. Страшно об этом говорить, а ещё устраивать эти автосты. У них свой должен быть ум. Ну, у них вот они вступят в НАТО, потом базу свою поставят. Ну, дураки они как. Просто не умные люди будут, если они вступят в НАТО. Это моё мнение. Мне, знаешь, надо мне идти в НАТО. Мне Советский Союз нужен. Ну, это, знаете, это такой вопрос. Я в политике, в общем, не очень сильно разбираюсь. Но думаю, что, наверное, не стоит им этого делать, насколько я понимаю. Ну, вот как думаете, стоит ли Россия какие-то меры принимать? Может, Россию специальную операцию делать? Нет, конечно. Я думаю, что не стоит. Я вообще мирный человек. Я за мир. Ну, как по мне, это не несёт никакой опасности. Хотя бы потому, что НАТО является защитным блоком. То есть, они не нападают. И не было никогда такого случая, чтобы одна из стран НАТО проявляла агрессию по отношению к другой стране. Ну, по мне так нет. Да нет никакой опасности. Почему опасность должна быть? Ну, что тут поделать? Вряд ли мы будем со Швецией воевать ещё. Почему нет? По всему прочему. И с Финляндией ещё тоже. Ну, Россия большая страна. Можно со всем миром сразу? Или нет? Нет. Надеюсь, этого не будет. Надеюсь, всё будет хорошо. Но эти страны, они и так как бы, ну, европейские. Я думаю, они вступят. И всё будет хорошо у них, надеюсь. И у всех остальных тоже всё наладится. И кончатся эти неприятности. Нужно ли вторую спецоперацию там устроить? Ну, я не знаю, что это за бред. И кого такие высоко посещают. Ну, я вообще, честно, первый раз слушаю про это присоединение какое-то. Ни в коем случае. Нам это и хватает. Ну, возможно, с политической точки зрения у них действительно есть какие-то мотивы, которые, как бы сказать, противоположны нашим политическим мотивам. Вот. Ну, я всё-таки воспринимаю эти страны как... Прежде всего, как народ, как людей. А люди... Люди, они везде одинаковые. Я считаю. Нет, я против атаковать первыми. Ну, я вообще против всего... То, что вызывает насилие. Я не понимаю, с чем нужно атаковать. То есть, нельзя мирно договориться? Обязательно нужно атаковать? Путин у нас что сказал? Самая главная защита – это нападение. Ну, он тут может сказать, но я против этого. Угу. А как мы можем повлиять вот так? Ну, хорошие страны как сделать. Боже мой, не надо. Надо это закончить. Отдать людям их территорию, успокоиться. Как будто бы вот уже год прошёл, все живут в страхе и всё ужасно. Ну, зачем? Ну, я, честно, не понимаю глобального... Понятно, что там война – это большой бизнес. Но не понимаю глобального... Глобальная история, зачем мы туда полезли. Отстаивать? Я думаю, да. Я всегда за то, что регулировать мирным путём. Людям для этого там, да, интеллект, мозг, развитие, язык. Ну, коммуницируйте. Неужели нельзя было договориться? Зачем лезть в тот же Луганск, да, там, в Донецк? Зачем нам лишняя неприятность на границе? Ну, в Финляндии всегда врагами наших были. После 17-го года всегда были врагами. Чего ж там опасно. Опасность будет всегда. Нет, конечно, это очень опасно, если Финляндия и Швеция вступят в НАТО. Естественно, потому что это укрепляет блок НАТО, это понятно. Тем более непосредственно у наших границ. В конце концов, я не понимаю даже тоже Финляндию, потому что кто дал свободу и дал старт этой стране? Русский царь. Поэтому почему они об этом не помнят? Почему у них какая-то ненависть к русским сейчас? Ну, скажем, как человек, как русская женщина, я бы НАТО вообще бы ликвидировала такую организацию. Если вы настроены пророссийский, я буду продолжать беседу, потому что я поддерживаю политику нашего государства и президента нашего люблю. И это не наигранное, а это то, что есть на самом деле. А как думаете, вот из-за чего НАТО для нас все-таки враг? Почему именно нас он так не взлюбил, Россию? Потому что давно известно, что НАТО это прежде всего агрессивный блок. Хотя они себе там, может быть, и представляли, что у них оборонительный. На самом деле об обороне никакой речи не идет. Речь идет только об агрессии. Поэтому... Но почему именно для России так? Ну, почему для России? А для кого еще? Уже больше никого не осталось вокруг. Все остальные уже вступили в блок НАТО. Поэтому мы остались единственными, кто обороняется от этого блока. Это абсолютно агрессивный блок. Абсолютно. А если мы, например, перестанем от него обороняться, что произойдет с нашей страной? Как думаете? У них плохо будет. У них вообще ни разу не будет. В нашей стране плохо. Поэтому нам надо обороняться. Мы их победим всегда. На нас нападали, как вы знаете, очень много. Вот. Из древних времен. И Наполеоны, и немцы. Вот. Поэтому и всегда побеждали русские. Я думаю, что в этот раз тоже. Им не поздоровятся, по крайней мере. И пусть даже не пытаются. Угу. 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 Я вот с людьми более старшего поколения общаюсь, там 50+. Они видят серьезные опасности в НАТО и в Америке и в Западе коллективном. У вас бывали такие мысли? Или, может быть, общались с людьми, которые... У меня, наверное, не бывало, потому что, мне кажется, что это больше пропаганда раздувает некую угрозу. Может, она действительно есть, но не так, как ее преподносят нам в СМИ и в новостях. То есть Америка не хочет нас завоевать? Ой, не знаю, хотят ли они кого-то завоевывать, но... Сделать Россию колонией. Ну, это больше происки пропаганды просто русской, вот и все. Просто выгодно очернить другие страны, чтобы все не думали, что у нас так плохо, как в других. Там, в Европе, в Америке. Знаете, как песня? Хотят ли русские войны? Спросите вы у тишины, да? Спросите там что-то у берез, у солдат, что под березами лежат. Я думаю, что никакие, ни один русский не хочет войны. Но уж если так случилось, конечно, надо защищать свою родину однозначно. А от кого все-таки мы защищаем? Ну, в данном случае, наверное, все против нас как-то, уже все встали, наверное, мы уже и от Запада, и от Америки, и от всех вместе защищаемся. Получается так. То есть война со всем западным миром? Ну, получается так, да. Они же поставляют оружие. Ну, а что за сумасшествие вообще? Почему столько стран против нас и сплотилось? Вот этого я не знаю, я этого до сих пор понять не могу. Мне уже столько лет, я не могу понять, что мы плохого сделали им, учитывая еще, что во время Великой Отечественной войны эти страны освобождали русские, советские войска. Поэтому вот в данном случае я вообще не понимаю, что происходит. Ну, а как думаете, вероятно, ну, большая вероятность от того, что там Путин, например, через месяц скажет, Финляндия представляет опасность на нас и начнет туда... Мне кажется, что такая вероятность отсутствует, потому что, ну, ввиду того, что уже вот эта специальная операция в Украине осуществилась, вот, то я думаю, что Путин не пойдет на такой риск, потому что все и так стали считать Россию как бы страной-агрессором и даже, ну, как сказать, ну, страной-изгоем, вот, то есть стали относиться даже с презрением, я считаю, другие страны, то есть и во многих странах мира прошли протесты всякие против вот этой специальной военной операции, потому что и страдает, в первую очередь, мирное население. Для Путина, я считаю, Украина является какой-то отдельной историей, как мне кажется. Он просто увидел, что в Украине люди способны на самостоятельный выбор власти, на создание демократии и уже в 14-м году побоялся, что такое же может повториться и в России. И все эти разговоры про НАТО, как мне кажется, порой даже Путин не верит в них, хотя, ну, у него своя система ценностей. Я не считаю, что НАТО стало до этого! Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок!